Выросшие из тумана огромные ветряки в полях и сожженная бронетехника по обочинам – верный ориентир. Село Коминтерного, куда и направляются наблюдатели ОБСЕ, уже близко. Цель – оценить масштабы разрушений после очередного обстрела. А так, если будете обходить и увидеть вот эти попадания, которые здесь были. Далеко ходить не приходится. На первом же перекрестке сгоревший от прямого попадания дом. Было очень много мин. Попало вон и соседям с той стороны. Я не знаю, живы там у них козы или нет. Попало вот две воронки возле ворот моих. И вот попало в дом. Ребята пытались тушить. Но без пожарных, а воды у нас нет. Потушить невозможно было. Больше всего разрушенных домов на окраине села – это последняя улица. Но откуда стреляют, догадаться несложно. Для этого не обязательно быть баллистиком. Мины и снаряды летят с мариупольского направления. В частности, села Водяное. До него буквально 2 километра. И не так давно оно было занято бойцами вооруженных сил Украины. Не опасаясь осуждения ОБСЕ, украинские силовики подошли уже практически вплотную и к Коминтерново. До украинских позиций сколько отсюда? Метров 700-800. То есть вон там вдалеке видно, это уже их блокпост? Блокпост, выстроены ящики, они нагородили за две ночи. Осколки мин, танковых снарядов, градов и даже ураганов. Здесь можно найти едва ли не в каждом дворе. За полтора года войны Наталья прямо в огороде насобирала целую коллекцию. А это результаты прошлогодних обстрелов. Разрушенная школа и детский сад. Из-за этого многие семьи с детьми были вынуждены уехать. До войны в Коминтерново жили больше тысячи человек. Теперь не больше трехсот. Остались в основном старики. Самые стойкие. Больницы нет. Продукты привозят ополченцы и Красный Крест. Вода из колодцев. Свет то и дело пропадает из-за оборванных осколками сетей. Выживают как могут. У нас здесь в Коминтерном осталось 200 с лишним человек. Мы прожили эти люди всю войну. Сначала, с 5 сентября, как эти все переговоры были. И мы отсюда не уйдем ни на шаг. Мы с домов не уйдем. Потом, зафиксировав разрушение и свидетельство очевидцев, наблюдатели ОБСЕ уедут составлять отчет. Местные жители останутся в тревожном ожидании очередных обстрелов.